Такое доброе наше утро. Я думаю, что вы уже проснулись. Если вдруг нет, то сейчас Данил что-то для вас приготовил. Для всех вас и для Кати в том числе. Сегодня мы говорим о народном творчестве, знаешь, и мне прям так и хочется что-нибудь новое придумать, поэтому у меня для тебя есть еще одна частушка. Сюрприз-подарок, давай. Поехали, да. Катя в студии стоит, и эфиру рада, а у нас фольклорный гость, их зовут Услада. Вот это да! Да, и надо вот так еще. Пора уже рассказать. Между прочим, Данил уже вам все рассказал. Встречайте молодежный фольклорный ансамбль Услада. Такая красивая противная Услада. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо большое за то, что нам такое музыкальное сопровождение сделали. Мы в предвкушении. Ну, и мы сегодня говорим о народном творчестве. Вот вы все в красивых народных костюмах и поете народные песни. Может быть, подскажете нашим горожанам, каким видом творчества им стоит заняться? Ну, я думаю, что можно заниматься любым видом творчества. Главное, оно, чтобы приносило удовольствие и было человеку по душе. Мы надеемся, что... Да, это, мне кажется, самая лучшая рекомендация. Надеемся, что ваше исполнение тоже будет сейчас от души. Предоставляем вам возможность... Все, давай не тянуть. Да. Пойдемся. Гайду, гайду, гайду. Гайду, 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 гайду. Гайду, гайду, девочок. Молоденький казачок, молоденький казачок. Судариня, парень, я казачок Судариня, парень, я казачок Суражечка на почок Судариня, парень, я на почок Судариня, парень, я в Камбачок Судариня, парень, я вон обой Стоя, столик дубовой Стоя, столик дубовой Барень, парень, я в Камбачок Судариня, 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 парень, я в Камбачок Я тоже один раз одну девчонку взял под бачок, привел ее на наше утро, и теперь мы эфир ведем. Большое спасибо вам за выступление, за настроение отличное. Просто напомню, что у нас в студии был молодежный фольклорный ансамбль «Услада». Художественный руководитель Александра Бегунина. А вообще, учите песни, устраивайте застолья с песнями, плясками в саду, как в старинном. Под гармошку, под гардеон. А вот как украсить свой участок, расскажем в рубрике «Садовые истории». Выпуск о розах в контейнере.